Здравствуйте! Это новости на телеканале Хабар. В студии работает Салтанат Тугельбаева. Сурда перевод обеспечивает Хасан Исраилов. Сегодня в Вене начинается 24-е заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ. В его работе принимает участие глава внешнеполитического ведомства Казахстана Кайрат Абдрахманов. Накануне он встретился с президентом Австрии. Александр Вандербелен отметил весомый вклад Казахстана в деэскалацию конфликтов в Сирии и другие миротворческие инициативы. Провел глава казахстанского МИД и встречу с представителями деловых кругов. Между тем в Казахстане 2018 год объявлен годом Узбекистана. Тем временем в текущем году товарооборот между странами увеличился на 30%. Сейчас в республике работают около 800 узбекских предприятий. В Узбекистане же действует больше 200 казахстанских. Экономические показатели двухстороннего сотрудничества могут значительно увеличиться. За 25 лет пройден огромный путь вместе. Путь нелегкий, сложный. У нас экономики как будто так сложены, как пазл. Они соединяются прочно и дополняют друг друга. Мы друг с другом не конкурируем, а дополняем друг друга. И это дает хорошую возможность для дальнейшего укрепления наших экономических связей. Несомненно, 2017 год стал годом больших достижений. Казахстан и Узбекистан реализуют большие инвестиционные проекты. В этом году торговый оборот между странами увеличился до 30%. Улучшились двусторонние отношения. Хлебоприемным предприятиям могут разрешить оказывать дополнительные услуги. Об этом сегодня сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Хайрат Айтуганов во время презентации законопроекта по вопросам регулирования АПК в Можелесе. По его словам, в стране работают почти 200 лицензированных хлебоприемных предприятий, работа которых ограничивалась лишь нормами, установленными законом о зерне. Это не давало возможности компании получать дополнительный доход. Новшества же позволят оказывать, к примеру, услуги по предоставлению железнодорожных тупиков, продавать крупяную продукцию и маслосемена. Кроме этого, законопроект о регулировании АПК предусматривает дополнения и изменения в 10 кодексов и 20 законов. Разработчики в лице Министерства сельского хозяйства предлагают ряд новелл. Допустим, изменения в законы о защите растений, о карантине растений, где предлагают изменить схему субсидирования по приобретению препаратов по борьбе с особо опасными вредителями и перейти от схемы 100% субсидирования за счет государств на схему 50 на 50. Более 1800 новых рабочих мест создано в Восточном Казахстане в этом году благодаря реализации шести проектов карты поддержки предпринимательства. Их общая стоимость – 380 миллиардов тенге. Всего же в эту программу включены 79 инвестиционных проектов. Два из них представили во время общенационального телемоста с президентом интегрированный кластер по производству молочной продукции и автоматизация системы управления Малиевским рудником. Создана уникальная система, которая позволяет контролировать горные выработки, позволяет обеспечить более комфортные условия. И отрадно то, что вся эта программа со стальными программистами не из дальнего зарубежья или из других стран. В Казахстане откроется Международный центр оценки ВОД. Об этом стало известно сегодня на совещании по водной политике в Казахстане. Участники обсудили предложения по укреплению трансграничного водного сотрудничества в Центральной Азии и рассмотрели инициативу начала регионального диалога. Увеличить долю туризма в структуре ВВП до 8% к 2025 году планируют в национальной кампании, ответственной за развитие этой сферы. Пока этот показатель достигает 1%. Об этом говорили сегодня представители в Астане на международной конференции по вопросам продвижения и формирования туристического продукта. По мнению участников мероприятия, Казахстан имеет большой потенциал для привлечения туристов со всего мира. У нас нет массового туристического продукта. Во-вторых, у нас еще очень слабые маркетинги и продвижения казахстанского турпродукта. Кроме того... Казахская национальная игра Ассах внесена в список культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом представители организации сообщили несколько часов назад. В Корее прошло заседание Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Напомню, что ранее в список наследия были внесены Казахша, Хурес и Айтес. В ЮНЕСКО отмечают, что Ассах – национальный символ детства Казахстана, объединяющий людей независимо от возраста, этнической или религиозной принадлежности. И к событиям в мире Сирия полностью освобождена от террористов Тегил. Об этом объявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, войска разгромили радикалов провинции Дейр-Эс-Зор. Российские военные отметили, что остатки сил сирийских радикальных исламистов возможно переместятся в Ирак, Турцию и Египет. Очередной климатический рекорд, отмечают ученые в Италии, количество дождей сократилось на 30%. Обмеление озер и рек привело к созданию напряженной ситуации не только с поливной, но и с питьевой водой. По предварительным данным, убытки аграрной отрасли Италии из-за погодных условий составили в этом году больше 2 млрд евро. Сельскохозяйственный ВВП страны сократился на 7%. Ученые говорят о годе уходящем, как о самом засушливом в истории. Он в то же время был одним из самых жарких, я хочу добавить. Засуха и высокие температуры – два этих фактора вместе спровоцировали сильнейший стресс для всех выращиваемых в стране культур. Не хватало дождей и запасов воды, которые должны были сформироваться зимой, но не сформировались. В итоге мы получили значительное сокращение урожая, а в некоторых случаях он и вовсе был уничтожен. Растения просто сгорели на полях. Премию Тернера получила художница из Танзании Любайна Химит. Она стала самой пожилой и первой темнокожей обладательницей престижной британской награды в области искусства. Денежный эквивалент премии в этом году – 25 тысяч фунтов. В жюри отметила бескомпромиссный подход художницы к вопросам колониальной истории и расизма. И вновь к событиям в нашей стране. Сегодня в Астане прошел Республиканский форум Советов общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана. Он посвящен реализации программы «Рухани Жангру». В стране работает около трех тысяч советов общественного согласия. С их участием решаются многие актуальные проблемы. Например, в Актюбинской области была оказана помощь в трудоустройстве 70 жителям региона. Они не ограничиваются полномочиями только в одном ведомстве или в одном органе. Они имеют полномочия, чтобы они, во-первых, в состав входят туда представители государственных органов, представители партии, представители советов матерей, советов молодежного совета, ветеранов. Поэтому они в каждом населенном пункте, в каждом селе или на крупных предприятиях рассматривают все злободневные вопросы. В Павлодаре в рамках Всемирного дня добровольцев прошел первый республиканский форум «Волонтер.КЗ», который объединил делегатов со всей страны и соседних государств. Они обсудили наиболее актуальный вопрос, а также договорились о новых масштабных совместных проектах. Кстати, это мероприятие совпало с еще одним. У павлодарских волонтеров появилась новая единая штаб-квартира. Она разместилась в старинном здании в исторической части города. На капитальный ремонт у молодежных НПО ушло два месяца. В регионе сейчас работают свыше 5000 волонтеров. Здание 1913 года, больше 100 лет зданию. Для ребят самих было очень приятно принять участие в реконструкции и в ремонте этого здания. И к этому часу у меня все. Больше новостей ищите на сайте khabar.kz. Итоговые выпуски смотрите в 19.00 и в 21.00. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok